175 сезон Ирбитского драматического театра имени Островского открыт, и старт его стал весьма примечательным. Ведь впервые обстоятельства сложились так, что сезон не закрывался, а открылся фестивалем Ирбитские подмостки. И в эти пять сентябрьских дней жизнь в театре буквально била ключом. 27 лет и 10 форумов, собиравших в Ирбите самые именитые и не очень известные театральные коллективы Большого Урала. Такова непростая и неоднородная история фестиваля Ирбитские подмостки, с которой он подошел к своему юбилею. Несколько раз его закрывали на неопределенный срок и вновь возрождали. Не избежал своей участи 10-й юбилейный форум. Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений его сначала перенесли на неопределенный срок. Но как только появилась возможность проведения, откладывать в долгий ящик не стали. То, с каким воодушевлением сегодня в нашей области идут в филармонию, идут в театры, идут на выставки, идут в музеи, конечно, впечатляет и дарит надежду, что наконец-то все почувствовали, что без культуры жить нельзя. И вкладывая в культуру, мы вкладываем в развитие нашего общества, нашего населения. Так что и театральные коллективы, и критики, и зрители на фестиваль приезжали и приходили с самыми большими ожиданиями и радужными надеждами. Ведь, как отмечали многие, подобный форум – неотъемлемая составляющая их жизни. Но обстоятельства проведения фестиваля в этом году лишь добавили происходящему некую изюминку. Я думаю, что этот фестиваль будет особенным, потому что все театры поедут сюда с нетерпением и большой радостью после такого долгого перерыва не просто сразу начать работать, а еще сразу встретиться с коллегами, обменяться опытом, обняться, порадоваться друг другу. И со всеми коллективами я, конечно, знакома и думаю, что в рамках фестиваля в этой атмосфере, необычной, праздничной и все-таки чуть-чуть тревожной, да, это все обостряет еще наш праздник, они проявятся, обязательно проявятся с какой-то неожиданной стороны и откроются нам новыми какими-то гранями. При этом, если говорить о фестивале в целом, общей темой его стало взаимодействие во всех смыслах этого слова. И хотя официальный девиз форума звучал как эхо года театра, фактически влияние он оказал лишь на подбор спектаклей. Каждый участник на суд критиков и зрителей представил премьеру прошлого, 2019 года, который был объявлен в России годом театра. И первой из таковых стала Мачеха Саманишвили от Пермского театра у моста. Режиссер спектакля Сергей Федотов, кажется, впервые на память ирбитского зрителя, вышел из амплуа мрачного и мистического театра, представив вниманию публике яркую музыкальную комедию с грузинским акцентом и глубоким философским смыслом. Сейчас таллинки чистые принесу. Ну как? Бегает быстро. Значит, быстро накрой, быстро подкормить, дольше усилий надо, а главное, чем подкормить. Садитесь, дорогие. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Вот. Палчики оближешь. Подожди. Где? Да. Я еще курочку не попробовал. Да, что пробовать? Духани такое не пададут. Главу, ватута е. Нет. Только перцем многовато. Значит, женщина с перцем. Подожди. Где? Я еще не спросил, ты курочку в каком падемоју? Да. В каком? Холодно. О-о-о. Ну, сначала холодно мою, потом в танцпаду горячую заливаю. А потом снова холодно. Горячая. Ну, все, поди, ты смартфон поразни. А-а-а! Ну, что? Гори! 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 И что? Сейчас я смысл их тебя выпусал. Они тебе покажут, что? Все потрохали из тебя выпусто. Что касается остальных спектаклей, представленных в рамках фестиваля, разнообразие форм, жанров, театральных приемов, используемых творческими коллективами, позволило организаторам максимально представить тербитскому зрителю палитру театрального искусства, существующего сегодня в России и в мире. От шутки и игры в театр до неожиданного эксперимента и откровенной провокации. Я вот не сразу рассказал родителям, а родителям рассказал, ну, что меня выгнали. Отец у меня псих. Если на коня подсядет, так вообще может что-нибудь выгнать. Вот из-за отца я старательно целый месяц ходил якобы на пары, но потом они с матерью что-то заподозрили. Наверное, старался слишком сильно. Отец спросил пару раз прямо, ну и пришлось сказать, чтобы еще хуже не сделать. За что вас выгнули? За неуспеваемость. Мне было лень учиться, я думал, что я панк. Как Егор Летов? Да ну нет, ну. Ну Летов поэт ведь, а я просто пил с друзьями каждый день, ну и Летова как раз слушал. Вы мало похожи на панк. Ты. Вы мало похожи на панка. На панка, да. Потому что для тебя панк это атрибутика. Для меня это даже не образ жизни, это скорее способ мыслить что ли. И у вас тоже были длинные волосы. Почему тоже? Но Летов же. Нет. Так, да, есть мат, я говорю. Есть Егор Летов, который непонятно что за личность, но при этом спектакль про людей и история вот эта, мне кажется, как раз она попадает в любого, мне кажется. У кого есть дети, проблемы трудных подростков, те же. У кого просто кто запутался в своей жизни, как главный герой, не знает как жить, в общем, что вообще делать-то в этой жизни. Так что проблемы-то... Ну, если ты, короче, играешь про людей, то людям и нравится всегда, потому что проблемы у людей одни и те же, как бы там не менялась там наука и техника. Тем не менее, как отмечали сами зрители, от этого фестиваль только выиграл. И те, кому удалось посетить не один, а два, три или даже все спектакли, представленные в афише, к его закрытию признавали, что эмоции, испытанные на просмотрах или после них, в большинстве своем были положительными. Были спектакли об одиночестве и безысходности, были замечательные детские постановки. Вот сегодняшний, я бы сказала, Камыск-Куральск, они такой представили театр абсурда, но очень с таким драйвом. Очень талантливая молодежь выросла в театрах, это очень радует. Вот поэтому, конечно, я считаю, что было здорово. Я выходила со слезами, я выходила с сердечным приступом, я выходила на эмоции. То есть, какие ожидания были у меня, как у зрителя, я все получила. То есть, я очень рада, что в городе фестиваль, несмотря ни на что, ни на пандемию, ни на какие-то вещи, он состоялся. Эмоция благополучия, жизневое утверждение, она возникает всегда. От сезона к сезону приезжают все сложнее и сложнее постановки, и это радует. Но вернемся к теме взаимодействия, которой было пропитано все внутреннее пространство фестиваля. О нем говорили в кулуарах и на обсуждениях спектаклей. Взаимодействию порой необъяснимому актеров на сцене во время спектакля был посвященный мастер-класс Марины Оленевой. Я видела много спектаклей. К сожалению, и даже профессиональных театров, и непрофессиональных разных, где актеры играют, не видя, не слышат друг друга. Такое, к сожалению, очень часто звучат. Я не говорю про ваш театр, я его не видела. Но, в принципе, я думаю, что эта тема всегда важна. И даже если ты это умеешь делать, знаешь, иногда надо это освежать, потому что это тема, которая, ну, она всегда важна. Поэтому я решила, что это будет им интересно. Но, судя по тому, как активно работали актеры, это было им интересно, и они с удовольствием участвовали. И уже общению, взаимодействию со зрителем сегодня, тому, как может меняться театр в нынешних условиях всеобщей переориентации и смены стереотипов, был посвящен разговор участников обсуждения моделей зрительского восприятия, инициированного в рамках фестиваля членом жюри культурологом Галиной Брандт. Театр передоверяет зрителю очень многое. И он совершенно в другие отношения вступает. Он не дает тебе прямую какую-то идею, мысль, которую ты должен воспринять, а он дает тебе поле, поле ассоциаций, поле для того, чтобы возбудить твою мысль. И вот эти какие-то новые, как это называют, разомкнутые формы, то есть какие-то размытые вот такие смыслы, они зачастую оказываются гораздо интереснее, и почему, в частности, сегодня другой зритель приходит в театр. Вот, ну, ирбитские, значит, мои коллеги здесь говорят, что в Ирбите, к сожалению, этого не происходит, и в основном зритель все равно там, не знаю, там 50 плюс и определенного пола, да. А что сегодня вот и в Екатеринбурге, и в столичных театрах активно приходит молодежь в театр, потому что другой совершенно язык, другой посыл, именно в расчете не то, что я там тебя чему-то научу, а я тебе дам еще для интересной внутренней работы. В фестивале это те точки замерения какого-то такого градуса по больнице, в общем, которые какое-то представление хотя бы дают, что востребовано, что ставит, как зритель воспринимает, какой зритель разный, ведь мы, когда говорим о развитии театра, мы почему-то никогда не говорим о развитии зрителя, понимаете. Все умиляются, когда приезжают в глубинку, ах, какой тот патриархальный зритель, он так благоговейно воспринимает вчерашние вещи, если они связаны с какими-то ценностями, это хорошо, но без движения вперед тоже нету. Зритель тоже должен понимать, что он должен образовываться как-то, он должен куда-то тоже двигаться. Мало того, зрители разные. Пьеса, которая нравится одному, одной категории зрителей, категорически не будет нравиться другим. Если театр не будет рефлексировать в разные стороны, он потеряет будущее. То есть нам же важно, чтобы к нам приходил молодой зритель, который хочет увидеть то, что ему надо. Если мы будем подравлять только тем, кто несет деньги или что-то, то мы с завтрашнего дня не будем. Так просто глупо. А это связано с выбором материала, с выбором пьес, с выбором формы, которая зачастую не воспринимается сегодняшним театральным зрителям в том плане, что они же хотят другого, они же хотят дать нам хорошую картинку, дать нам понятный вариант. Он пришел и говорит, ну вот я получил, ну вот да, вот теперь вот это вот, извините меня, а в театре обязан быть процент эксперимента. Я вообще отношу театр к провокации, потому что зритель должен прийти в зал, и он должен спровоцироваться либо на любовь, либо на ненависть, либо на негодование, на обсуждение, иначе он зря потратил время. Так, за просмотром в спектакле и дружеским общением, обсуждением важных вопросов практически незаметно пролетели пять дней ирбитских подмостков. Пришло время назвать его триумфаторов. И здесь ирбичан ждал большой сюрприз. Лауреат 10-го межрегионального театрального фестиваля ирбитские подмостки в номинации «Лучшая женская роль» Дина Эйрих! На самом деле сейчас эмоции уже улеглись. Конечно, прошло некоторое время, но выходило, конечно, я не ожидала, что получу этот диплом. Мне было очень приятно, и это, конечно, неописуемо, потому что это, наверное, моя первая серьезная награда на протяжении всего времени, сколько я работаю в театре. Поэтому это и трепет, и волнение, и даже слезы накатываются. Это здорово! Что же касается главных призов, приз зрительских оваций отправился в Озерск. А гран-при фестиваля в этом году получил Тюменский молодежный театр «Ангажемент» за постановку «Дама с собачкой». При этом свой приз получили и зрителям. Специальным гостем закрытия фестиваля стал Клядотеатр со спектаклем «Ба». Олежка, это материя. Пять метров. Пять? Да. Шесть чехол. Ну, в крайнем случае, давай вот этот чехол на диван. О, ничего себе! Откуда у тебя пять метров синего плюша? Ба! Я же говорю, купила в семьдесят в этом году как раз перед операцией на почку. Господи, думала сдохну, а живу. А тогда тогда ничего не было. Гровы-то все голые были. Гровы поднимать. Сейчас. Гровы все какие-то. А вот какая хорошая. Стоит отметить еще один важный вопрос, который активно обсуждался в день закрытия форума. Когда же состоится следующий, одиннадцатый фестиваль «Рыбитские подмостки». Его обсуждали и зрители, и участники, и критики. И даже гости. Вот тут говорили, что театр будет ремонтироваться, что на четыре года фестиваля не будет, но можно проводить на улице. У нас, да, правда, товарищи жюри, у нас же есть теперь уже опыт. Во время пандемии выиграли или в парках, где угодно, или где-нибудь еще. Мне кажется, не надо прекращать этого на четыре года. И хотя глава города Николай Юдин заметил на церемонии закрытия, что из-за планируемого ремонта здания театра следующий фестиваль может состояться лишь через четыре года. Организаторы надежд не оставляют. Замеченный на всероссийском уровне, а об этом красноречиво говорит, выделенный в этом году Ирбитскому театру специально на проведение Ирбитских подмостков грант Министерства культуры России, фестиваль не может, просто не имеет права вновь оказаться на грани закрытия. Конечно, мы уже сейчас ведем переговоры, чтобы на такой длительный срок не отодвигать работу фестиваля. Действительно, после прошествия шести лет, мы с вами знаем, фестиваль не работал, и было непросто его возобновить, и сейчас он вновь встал на рельсы и с успехом продолжает свой путь. И сейчас было бы неправильным и нецелесообразным вновь отодвинуть проведение фестиваля на такой длительный срок. Поэтому мы уже поговорили на эту тему по прошествии фестиваля. Сейчас мы будем искать какие-то новые формы проведения, новую концепцию на этот период, но тем не менее мы бы не хотели, чтобы фестиваль отодвигался на столь длительный срок. Действительно, для фестиваля это губительно. И нам надо любой ценой сохранить его в том виде, в каком он сейчас есть, и продолжать свою работу. Юлия Берсинева, Владислав Бурулев, Евгений Присюжнюк, Павел Тимофеев, НТС Орбит.